Учитывая ускорившееся распространение коронавируса в Таллине и в Харима, постоянно растущую нагрузку на больницы и заболевания коронавирусом также среди персонала больниц, правительство вынуждено принять тяжелые решения, чтобы защитить нашу систему здравоохранения от перегрузки и обеспечить доступность медицинской помощи, заявил премьер-министр Юрий Ратас. Оказалось, что действующих мер недостаточно, чтобы переломить тенденцию к росту распространения вируса. Опираясь на мнение ученого совета Департамента здоровья, правительство решило ввести в Харима и Таллине более масштабные ограничения, чтобы прервать цепочки инфицирования. Все принятые меры оказывают свое действие. Посмотрим на показатель инфицирования. Он должен быть меньше единицы. Сейчас же равен 1,1-1,2. Это значит, что число пациентов в больнице растет на 10-20% в неделю. Но без принятых мер он мог равняться двум. То есть каждую неделю число больных увеличилось бы вдвое, и мы перегрузили бы систему здравоохранения. Схожие меры мы приняли в Идавирума, и там есть первые признаки стабилизации. В Харима сохраняется тренд роста. Здесь проживает более трети населения Эстонии, и проблема уезда быстро становится проблемами всей страны. Кабинет правительства одобрил составленный под руководством Министерства социальных дел план системы здравоохранения для преодоления кризиса COVID-19 в 2021 году. Сейчас система здравоохранения испытывает чрезвычайную нагрузку. В больницах около 400 пациентов, заразившихся коронавирусом. В ближайшие недели их число может вырасти до 600, что серьезно отразится на плановой медицинской помощи и может разрушить всю систему. Прием ковидных больных требует серьезной переорганизации всего лечебного процесса. Многие больницы в стране уже не приспособлены к работе в условиях столь масштабной эпидемии. Одна из главных причин, почему мы рекомендовали правительству принять новые меры – значительная нагрузка на больницы. Она растет из недели в неделю. Растет число больных, растет заболеваемость среди персонала. Они ведь члены общества. Если они болеют без симптомов, то заражаются их коллеги. Порой приходится закрывать целый отдел. Плановое лечение приходится останавливать. Если мы хотим вылечить общество, надо спасать систему здравоохранения. Не все плановые процедуры можно перенести. Не только коронавирусные больные нуждаются в экстренной помощи. С 28 декабря по 17 января в Хариума и до Вирова начнут действовать следующие ограничения. Услуги сферы развлечения запрещены повсеместно. В казино, боулингах, блядных клубах для взрослых, а также в помещениях гостиничного сектора. При этом услуги по развлечению можно предлагать и дальше. Для клиентов должны быть закрыты залы обслуживания предприятия общепита. Продажа еды на вынос может работать. Для посетителей должны быть закрыты все спортивные объекты, в том числе спортклубы, водные центры. Запрещены публичные собрания и мероприятия, в том числе конференции, театральные представления, концерты, киносеансы, проходящие в помещениях. Закрытыми должны оставаться также музеи и выставочные залы. Вне помещений, публичных мероприятиях и собраниях могут принимать участие до 10 человек. Подводя итоги пресс-конференции, Юрий Ратас подчеркнул, что для того, чтобы остановить распространение вируса, жителям Эстонии необходимо провести Рождество в узком семейном кругу. Михаил Владиславов, Вячеслав Скалецкий, Новости Таллина.